Если стена падет, мир обречен. В кино. С 16 февраля. Великая стена. Всем привет, дорогие друзья, с вами Даня Махогани-Семенов. В сегодняшнем выпуске новостей мы расскажем вам о новых рекордах и Лиг Мейджор на Твиче, о небольшом, но важном обновлении в Дота 2, о приключениях российского юриста в Доте, о лунном фестивале Heroes of the Storm, а также о партнерстве киберспортивной и спортивной организации. Финальный матч Дэй Лиг Мейджор 2017 дважды побил рекорд Твича по количеству зрителей, которые смотрели трансляцию одновременно на одном канале. Данные опубликовал старший менеджер Твич по киберспорту Кристиан Тамас. По его словам, вторую карту финального противостояния между Астралис и Virtus.pro G2A смотрело более 890 тысяч человек, а на третьей карте зрителей стало уже более миллиона. Кристиан Тамас также отметил, что ранее рекорд принадлежал другому чемпионату по CSGO. Более 760 тысяч человек одновременно на одном канале смотрели трансляцию ESL OneColm 2015. Что же, будем ждать новых крупных киберспортивных турниров и ставить новые рекорды. В небольшом обновлении Dota 2, вышедшем вчера вечером, разработчики в очередной раз попытались ускорить нахождение рейтинговых матчей для игроков с высоким ММР. Ведь нередки были случаи, когда игрокам высокого уровня приходилось просиживать в ожидании игры по 20, а то и больше минут, что, естественно, очень портило впечатление от игры. Также разработчики убрали задержку из режима просмотра игр ивента Darkmoon, которая присутствовала ранее. Учитывая, что Dota 2 с каждым обновлением становится все динамичнее, ускорение алгоритма поиска игры как никогда актуально. Новосибирский юрист Антон Тихонов хочет через суд запретить Dota 2 на территории Российской Федерации для детей младше 18 лет. По мнению Тихонова, в игре присутствует контент, который нарушает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Тихонова возмутило поведение, образы и способности персонажей игры, которые доступны детям. В комментарии порталу NGS.Новости он рассказал, что в Dota 2 присутствует алкоголь в виде бремастера и каннибализм в виде лайфстилера. Он также обратил внимание на Queen of Pain и на ряды других женских персонажей. Юрис считает, что Queen of Pain пропагандирует садизм и мазохизм, а женские герои и их откровенные образы — секс. В декабре 2016 года новосибирский юрист обратился к Вейл с просьбой привезти информационный продукт в соответствие с требованиями российского законодательства. Ответ от компании, естественно, не поступило. На днях он отправил материалы дела на экспертизу психиатру, после чего намерен подать в суд с целью запретить игру для несовершеннолетних. Остается открытым вопрос, не нужна ли психиатрическая экспертиза самому юристу. Похоже, что мужчина проецирует проблемы из собственного искаженного восприятия на общество. Хотя еще больше — это похоже на попытку дешевого пиара. Одна за другой компанией-разработчики многопользовательских игр выпускают внутриигровые события в честь китайского Нового года, и Ходз не стал исключением. Игроки в Heroes of the Storm смогут отпраздновать год петуха в любимой моба. В честь праздника Blizzard добавила новый ивент — лунный фестиваль, в ходе которого для всех желающих состоятся петушиные бега. Помимо праздничного ивента, в игре появились тематические наряды для героев. Облик царя-обезьян Самура и лунный элемин, а также транспорт — дождевое облако. А за 10 тысяч золотых в игровом магазине можно купить ослепительного золотого петуха. Лунный фестиваль в Heroes of the Storm продлится до 14 февраля. Немецкое спортивно-развлекательное агентство Lagardere Sports, занимающееся поддержкой футбольных клубов Германии, стало партнером киберспортивной организации Unicorns of Love. О подписании соглашения Lagardere Sports и Unicorns of Love объявили во время Европейского спортивного бизнес-конгресса SPOBIS 2017 в Дюссельдорфе. Условия сотрудничества ни одна из сторон не раскрыла. Lagardere Sports — компания, занимающаяся маркетинговой поддержкой и проведением мероприятий, а также созданием командной атрибутики. Она известна сообществу по работе с ФК «Барусия» и ФК «Гамбург». Unicorns of Love же являют собой немецкую киберспортивную организацию, имеющую состав по Лолу, который выступает в европейском LCS. Ранее спонсоров, не связанных с игровой индустрией, уже подписали SK Gaming и Astralis. Первые получили поддержку от всемирной платежной системы Visa, а вторые — от Audi. Кроме того, о заключении спонсорского соглашения 26 января объявили российский туристический поисковик Aviasales и киберспортивный клуб «Натус Винсера». И на этом у меня все. Пока!